Девушки отдыхают Девушки отдыхают Гораздо быстрее позволяет разогнать наш 5-тонный реактивный истребитель И так как это один из начальных реактивов для СССР и Китая То для новых пилотов будет полезно знать, как на нем вести воздушный бой Главное правило это сохранение энергии На МиГ-9 всегда старайтесь удерживать приемлемую скорость Особенно на первой модификации Самолет крайне неохотно разгоняется и очень быстро теряет скорость Буквально один маневр и у вас уже скорость как у поршневого истребителя На позднем МиГ-9 ситуация обстоит чуть лучше Потому что там можно выставить тягу до 108% На зимних картах летая на полной тяге двигатели перегреваются реже Но все равно рано или поздно вам придется ее сбавить до 102% Это значение при котором двигатели не закипают И дают небольшой прирост по скорости Сразу после взлета старайтесь немного разогнать реактив Хотя бы до 500 км в час А затем выставайте угол от 13 до 15 градусов Климбит МиГ неплохо Но если мы попадаем к Сейбрам или тем же МиГ-15 Бис То это преимущество сразу отпадает Да и сражаться на МиГ-9 с МиГ-15 не так просто Необходимо чтобы противник совершил ошибку И хотя бы потерял скорость МиГ-9 способен отлично довернуть Но как я уже говорю при этом маневре он очень сильно гасит скорость И так как аэродинамического тормоза у нас нет То такие маневры помогают нам затормозить Однако сам маневренный бой стоит вести с наибольшим сохранением энергии Чтобы в дальнейшем у вас была возможность увернуться от атаки Или догнать противника И мы переходим к еще одной проблеме нового пилота Им станет советское вооружение К этим пушкам долго привыкаешь У них своеобразная баллистика Небольшой боекомплект и рандомный урон Можно как подбиться одного единственного выстрела Так и долго ставить крыты Но не бойтесь Научиться точно стрелять с МиГов можно Для этого нужно запоминать подходящее упреждение В различных ситуациях боя Как именно вы будете тренировать визуальную память Это уже решать вам Можете как просматривать различные видео Где демонстрируется стрельба А можете просто проделывать все на своем личном опыте Ленты я обычно ставил для воздушных целей Как по мне это самый оптимальный выбор Также наряду с охранением энергии Стоит учитывать максимальную скорость по флаттеру МиГ-9 способен разогнаться до 1020 км в час Дальше он уже способен потерять крыло Так что не увлекайтесь пикированием Кстати повреждения МиГа держит слабо После успешной атаки противника Чувствуется как управлять машиной становится сложнее Что насчет количества топлива То первой модификации спокойно хватит минимальной заправки А вот поздний уже стоит брать горючего на 20 минут По тактике боя Как я уже говорил Нам выгодно атаковать противника проходными атаками То есть заходите на скорости в какой-нибудь дагфайт Выбираете для себя подходящую цель Атакуете ее И уходите дальше по горизонту Затем отлетев на безопасное расстояние Повторяете атаку Важно чтобы за вами не было хвоста Если какой-нибудь истребитель за вами все же увязался То у вас есть два варианта Увернуться от его атаки Переходя в контратаку Либо все время пытаться уйти от него по скорости Вводя его к союзникам В дальнейшем Когда вы научитесь точно стрелять Можно пробовать еще более агрессивные тактики Главное в любом воздушном бою Грамотно рассчитывать возможности своего И вражеского самолета Для этого необходимо хотя бы примерно знать ЛТХ Всех истребителей Граничащих на одном с вами БРе Как только вы будете понимать чего ожидать к примеру от F-89 или Швальбы Вы научитесь правильно выстраивать свою тактику В авиасимах есть такое понятие как почерк пилота Несмотря на схожие тактики По нему уже издалека можно определить дуэлянта И этот почерк у каждого индивидуален Но что-то отошло от главной темы В рамках Хави РБ МиГ-9 остается неплохим реактивом Но на нем нужно уметь летать И это явно не самый простой джет Если его ограничить от истребителей БР-8 и 3 То это был бы отличный реактив Ну такая возможность есть только в СБ В совместных боях МиГарь может уничтожать легкобронированные цели На этих БРах полно различных бронеавтомобилей Или слабозащищенных танков Так что фраги у нас будут всегда Тем более можно перехватить вражеских штурмаяков За бой можно спокойно сбить 2-3 самолета Жаль что только на МиГ-9 не крепятся какие-нибудь бомбы или ракеты Мог бы получиться неплохой штурмовик Симулятор МПХ Самолет обладает хорошим обзором из кабины Задняя полосфера полностью просматриваемая И можно обнаружить любой самолет задолго до его захода Правда есть некоторые проблемы в прицеливании Дело в том что бронестекло зачастую перекрывает вражеский самолет И часто приходилось мне стрелять вслепую Но через некоторое время к этому можно привыкнуть По управлению МиГ-9 комфортный Если не перетягивать ручку То можно всегда легко заходить на противника Трудности будет лишь на скорости свыше 900 км в час Когда руль направления начинает затяжеляться И из-за этого можно пролететь противника В остальном это отличный самолет Для меня самой главной проблемой стало найти подходящую сессию на пятом ранге Потому что сейчас из-за новой экономики Во ВСБ многие комнаты пустеют А полные обычно забиты ботами И причем я искал комнату не утром понедельника А в субботний вечер Когда по идее должен быть высокий онлайн Но его там нет Так как люди просто не хотят уходить в минус Это как бы и так не самый популярный режим А его еще душат экономикой И если так и продолжится То симуляторные бои останутся только танковыми И то не факт Потому что и там хватает проблем На этом у меня все Как обычно Заглядывайте в описание Там много есть полезных ссылок Ну и не забудьте также поддержать канал До новых встреч Пока-пока